Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло. Сегодня у нас уютный выпуск, но даже в нем будут мощнейшие футбольные инфобомбы про Слуцкого, про Дзюбу, про Красаву и много про кого еще. Ну и, конечно, ваши гениальнейшие вопросы, мои брахлянские ответы. Где задавать вопросы? В комментах, под хештегом АйБ. Ну а прямо сейчас нужно подписываться на канал, бить в колокольчик, ставить изумрудный или янтарный или карагандинский лайк. А теперь поехали! Куда пойдет Леонид Слуцкий? Василий Уткин у себя в Телеграм-канале анонсировал возвращение гениального шоумена и величайшего интервьюера в тренерскую профессию. Конечно, хотелось бы увидеть такой камбэк, чтобы потом Слуцкий сам в интервью говорил, мне звонил Азамат после матча, ему очень понравилась игра нашей обороны, особенно против Терека. Ладно, проехали. Итак, какой же клуб может возглавить Слуцкий? Есть два логичных варианта. Саша Дорский в программе «Это футбол брат» намекал, что Игорь Осенькин из Крыльев может отправиться в Сочи. Тогда в Крыльях появится вакансия, и ее может занять Леонид Слуцкий. Тем более, в Самаре его, я думаю, что любят, ценят и уважают. Но есть и второй вариант. Если Осенькин не покинет Крылья, то логично, что Сочи все равно нужен тренер. Слуцкий в Сочи было бы тоже достаточно интересно. Впрочем, Василий Уткин написал еще и про Кипр. Я не слежу за чемпионатом Кипра, но вот люди, которые его посматривают, первым делом вспомнили команду «Пафос». Вот якобы еще там может оказаться Леонид Викторович. Правда, в основном я читал комменты, читал разные мнения, и все такие, ой, да не, он уже не тренер, он уже работать не будет, он уже все просто на Ютубе, он уже в шоу-бизнесе. В это бы мне верить не хотелось. Я думаю, что мы заслужили увидеть еще одну попытку Леонида Слуцкого в тренерской профессии. Но, возможно, вы мне скажете, а как же Олег Яровинский? Яровинский ведь кореш Слуцкого. Яровинский сейчас вместо Наримана приходит в Динамо, будет там главой селекции. Стоит ли ждать Слуцкого в Динамо? Я не скажу, что 100% не стоит, потому что это российский футбол, здесь бывают чудеса. Но на назначение Слуцкого, Московская Динамо, я бы дал, наверное, 1%. Скорее всего, Слуцкого в Динамо никакого не будет. По поводу Олега Яровинского, вот что вам скажу. По моей информации, возможно, Динамо расстанется с Желько Буловичем, или Желько Булович изволит уйти из Динамо и так далее. Олег Яровинский получит всю власть Динамо, вот весь спортивный сектор будет под Олегом Яровинским. Николай Писарев о Ринане. Супер игрок даже для Европейского чемпионата. Супер скорость, креативный, отлично играет наверху. Ага, смотрим, супер скорость. Наверное, она действительно есть. Креативный, тут не поспорить. Ринан очень техничный для защитника. Вообще, вау, отлично играет наверху. Что? Давайте проверять. Продвинутая статистика. Хотя какая продвинутая? Сайт Huskort доступен вообще всем. Заходим, там статистика от опты. Сортируем по верховым дуэлям. И понимаем, что у господина Ринана 44% удачных верховых единоборств. Для сравнения, вот Дмитрий Чистяков, 78% успешных верховых единоборств. Я поспрашивал у футбольных людей, и вот какой показатель для центрального защитника считается хорошим или даже нормальным. Мне ответили, все нормальное начинается с 60%. Да, у нас здесь не очень большая выборка, но 44% Ринана и такие комплименты от Писарева. В общем, теперь я понимаю, когда говорят, что Николай Писарев в сборной скорее для атмосферы. Он ошибся даже в комплименте. Работа над ошибками. Апдейт по зарплатам Дюбы и Матвея Сафонова. У Матвея Сафонова очень бурная личная жизнь. Он там делит ребенка с бывшей женой. Жена накатала гигантский пошту. Вот, Матвей, как же так? Ты же зарабатываешь 150 миллионов рублей. И только это нас волнует. Потому что все остальное это их личное дело. К сожалению, грязное белье вывесили наружу. Нас интересует сумма 150 миллионов рублей в год. Сейчас это 1,75 миллиона евро в год. Это достаточно дохрена, потому что я в своем выпуске про зарплаты футболистов говорил, что у Матвея Сафонова, вероятно, уже больше миллиона евро в год. Но незначительно, там 1,1, 1,2, а тут 1,75. И это, конечно, дофига. Я так полагаю, что 1,5 или 1,6 это основная часть. Остальное это премки. У Краснодара тоже бывают премки. Но в любом случае это больше, чем я ожидал, чем я говорил, поэтому прошу прощения. Ну и совсем недавняя лажа, вот последний выпуск 7 инсайдов. Я там анонсировал, что Артем Дзюба останется в локомотиве, контракт 1,1 и сказал, что зарплата увеличится не радикально, что будет где-то 0,6 миллиона евро в год. Чушенце выяснилось. Инсайда от Карпа, вот такой есть телеграм-канал, опубликовал, что у Дзюба будет в районе полторашки миллионов евро в год. Я сначала не поверил, но Дзюбе, блин, 35 лет в этом году. Ну какие полтора миллиона? Проверили инфу, оказалось, что Карп абсолютно прав. Действительно, 1,4 миллиона евро в год в ближайший сезон будет зарабатывать Артем Дзюба. Причем, обратите внимание, когда Дзюба только приходил в локомотив, там была такая простенькая презентация, что вот они со Смольниковым ловят такси, как будто бы игроки особо никому не нужны. Дзюба продлевается после всех своих голов и ассистов. И так уже пафосно. Дзюба 2024, то есть он уже звезда для локомотива, он уже лидер, тут можно только поаплодировать. Ну а я обосрался со своей инфой. Добрая история про Карла Анчелотти. Примерно год назад Карла выиграл для Мадридского Реала очередную Лигу Чемпионов, для себя четвертую Лигу Чемпионов. У меня, кстати, по такому поводу тогда появился на канале выпуск Горящий Глаз, ссылка в описании, там куча историй про Карла Анчелотти. Но вот вам еще одна. Когда в этом году уже Мадридский Реал отлетел 0-4 от Сити, я переписывался с Тимуром Журавелем, и он мне объяснял, почему он не в восторге от тренерских скиллов Карла Анчелотти. И у него есть такая плотнейшая ассоциация. 2005 год, Тимур приезжает на базу Милана, и там игроки на роскошных тачках появляются, на тренировку прибывают. Каха Каладзе ночью играл в казино в Монако, на Феррари примчал на базу, весь такой холеный, классный. И приезжает Карла Анчелотти. На каком автомобиле? Опель Вектора. Причем Опель Вектора Вагон. Я загуглил, действительно, Колымага. Почему у Карла была такая скромная машина? Да потому что спонсором Милана был Опель, и там по условиям контракта раз в неделю какой-то игрок или тренер должен приезжать на тренировку как раз на продвигаемой тачке. Даже если она очень бюджетная, и в тот раз была очередь Карла, и он соблюдал условия контракта, и Тимур сказал, вот я запомнил Карла в этой Колымаге, и до сих пор он для меня такой немножечко деревенский дедушка. Я не согласен. Карла во многих клубах давал результат. Карла по-любому легенда Милана, легенда Реала. Но теперь я могу понять Тимура Журавеля. Хотя это была первая причина и первый повод, когда мне захотелось Тимура немножечко похейтить, как его иногда хейтят в интернете. Хотелось сказать, Тимур, ты чего? Ну прошло же 18 лет. Уже другой образ у Карла. Он уже с сигарой. Но для Тимура он по-прежнему за рулем Опеля Вектора. Грустная история про футбольный клуб Красава. Там действительно все очень печально. Там катастрофически нет денег. Там экономят абсолютно на всем. И вот экономия дошла до того, что, как вы знаете, Красава тренируется на Кипре. Там очень такие маленькие поля. Там, естественно, нет высоченных заборов. И периодически во время тренировок мячи улетают хер знает куда. Ну такое бывает раз в две недели, раз в неделю. Обычно мячи это просто расходники. Но в футбольном клубе Красава теперь действует такое правило. Если ты как-то сильно ударил со всей дури или просто не точно ударил, хотел попасть по воротам, не попал. И мяч после твоего удара улетел непонятно куда. И ты не пошел его искать или пошел, но не нашел. Ты обязан на следующую тренировку притораканить мяч, потому что у клуба уже нет свободных денег, чтобы регулярно закупаться этими мячами. Вот такая ситуация в Красаве. Там уже минимум штатных сотрудников. Мне кажется, этому клубу поможет выжить только чудо. Пепа Гвардиола уже поставил цель на следующий сезон. У Пепа тут недавно спросили. Господин Пеп, если вы возьмете требл в этом сезоне, каким будет новый вызов? И наш бы тренер, конечно, ответил. Или даже многие европейские тренеры сказали бы. Да вы чего? Да нельзя так говорить. Мы еще выиграли только АПЛ. Еще впереди финалы. Я даже не хочу об этом рассуждать. Что ответил Пеп? По-моему, просто гениально. Моя цель? Забить Тоттенхэму на выезде. Там действительно ужасная статистика у Пепа против Тоттенхэма. Да, были и победы, но последние сезоны просто катастрофа. Какой-то заколдованный стадион. И Пепу нужно снять это проклятие. А я расскажу по такому поводу историю из настольного хоккея. Октябрь 2006 года. Мне 12 лет. Я вообще совсем щенок. Но в Петербурге проходит командный чемпионат, собственно, Петербурга. При этом он проходит в юбилейном. А это дворец спорта юбилейный. Самая любимая локация Михаила Горшенева. Просто обожал он там выступать. И в пресс-центр пустили настольных хоккеистов. И там открыт этот, естественно, чемпионат. 12 команд заявилось. У меня команда называлась Дьяволята. Мы все такие мелкие. Вот бы хоть кого-нибудь обыграть. Вот бы в отдельном командном матче хоть какие-то очки набрать. Не совсем опозориться. И у нас в группе есть фаворит всего турнира. Команда называлась НХК Питер. И я стою, разминаюсь перед матчем. Кое-как там шайбу ковыряю. Напротив меня. На стуле сидит. Тогда многие играли на стулех. Потому что шведы играли на стулех. А шведы это типа основатели. Шведы знают. Вот на стуле сидит. Много чести называть настоящее имя. Скажем так, Александр Белов. Этого игрока звали. И зовут до сих пор. И он такой комбинации катает. Все у него четко. Все у него точно. Ко мне подходит папа и говорит. Против тебя. Александр Белов. Он был в сборной России. На чемпионате мира. Еще в 2001 году. Это просто легенда. Очень сильный игрок. Ну я выхожу. Получаю естественно там 5-1 или 6-1. Думаю. Да. Вот это уровень. Дальше я хожу на локальные турниры. Седьмой год. Встречаюсь с этим Александром Беловым. Ну там 0-7. 0-8. 1-3 в лучшем случае. Хожу, хожу, хожу. Все поражение. Ну собственно это в принципе логично. Потому что у меня тогда уровень был топ 1000 в мире. А у него в районе топ 100. И потом 2008 год. Я уже начинаю потихонечку иногда цеплять людей из топ 200, топ 150, топ 100. С ним раз в неделю прихожу. Там были такие турниры полутренировочные. 100% отлетаю. 10 подряд поражений. 15 подряд поражений. 20 подряд поражений. Я просто не знаю что делать. 2009 год начинается. У меня все. Вот если я выхожу против него. Я знаю что я гарантированно всру. Даже если я за 15 секунд до конца матча введу в одну шайбу. Я пропущу две. И все равно проиграю. Девятый год. Я в Москве играю на большом турнире. Побеждаю там в отдельном матче. В пятиминутном. Семикратного чемпиона России. То есть человека из топ 5 мирового рейтинга. А Александра Белова победить ну никак не могу. Ну вообще не дается. Что делать непонятно. И вот прихожу на тренировочный турнир. Уже совершенно ничего не жду. Все нос повесил. Гарантированно думаю просрал. По-любому. Выхожу и выигрываю. 3-1. И у меня была такая радость. Такое счастье. Такое просто вообще мега настроение. Что я додумался прийти домой. И написал себе статус. Наконец-то я обыграл Александра Белова во ВКонтакте. На следующее утро просыпаюсь. Перед школой захожу в ВК. И вижу статус у этого игрока. Ну все Городницкий. Теперь ты мой. Годика на три. А я знал что это уже не так. Я знал что все. Что ты у меня уже на крючке. Что ты пройденный этап. И в том же году. Я еще и в серии его вынес. Потом много раз его гасил в сериях. И он такой еще противный. Ну настоящий ухер на самом деле. Приятно об этом рассказывать. Потому что после той победы я ему проиграл. Ну может быть 5 раз из 45 матчей. Мы много-много раз потом встречались. И стабильно я уже знал. Что все это мои два очка. Это просто наслаждение. У него еще была заветная мечта. Выиграть команду чемпионат России. Сбылась она у кого? У меня. И вот я рассказываю об этом. Мне до сих пор приятно. И это был мой личный Тоттенхэм. Мой личный супер неудобный соперник. Я уже знал что я играю лучше. Но долго-долго не мог с ним справиться. И вот рассказываю. И как же приятно на душе. Ну и еще одна неочевидная мораль у этого сюжета. Представители Спартака и многие болельщики Спартака любят говорить. Что да. Вот Спартак ЦСКА это дерби. Это классно. Это московское противостояние. А Зенит это так ерунда. Это просто матч. Это вообще херня. Но Спартак в чемпионате России с 2017 года никак не может обыграть Зенит. То есть Зенит как раз таки тот самый Белов для Спартака. Но вместо того чтобы по спортивному разозлить. Сказать блин мы уже бесимся. Мы должны их вынести. Мы должны собраться. Ну разочек мы обязаны их обыграть. Ну их уже там обыгрывает Ахмат. Их обыгрывала Нижний Новгород. Ну мы это тоже теперь должны. Спартак что делает? Ой нет это для нас не принципиально. Ну Мария Шарапова тоже могла сказать что Сирена Вильямс для нее не принципиально. Но суть от этого совершенно не менялась. Чисто по спортивному твой самый неудобный соперник должен быть для тебя самым принципиальным. Барахло. Ваши драматичные вопросы. Мои анекдотичные ответы. Но прежде чем мы начнем подписывайтесь на канал. Потому что ну 50 уже вот вообще здесь. Мы такими темпами идем. Почти 100 человек новых в день. Рад кстати вас приветствовать. И вот уже полтос рядом совершенно. Напоминаю на 50 тысяч подписчиков я сделаю вечный видос про Кейлора Наваса. А какие еще могут быть поводы сделать такой видос? Никаких только 50 тысяч. Поэтому подписывайтесь, бейте в колокольчик. Ну и ставьте лайк. А теперь к вашим замечательным вопросам. Веришь ли ты в проклятие Генича? Напоминаю, что за проклятие был матч Спартак-Ростов. Довольно скандальный. Там в конце было несколько спорных судейских решений. Константин Генич не удовлетворил своей работой футбольный клуб Ростов. Они там парамсили. Генич обиделся и сказал, я желаю этой команде проиграть все пять матчей до конца чемпионата. И три матча Ростов уже проиграл. И некоторые ростовские болельщики всерьез называют Генича черным колдуном, черным магом. Его оскорбляют, гнида, как ты мог, тебе это вернется и все такое. Я в проклятие не верю. Я вижу у спада Ростова ровно две причины. Первая причина регрессия к среднему. Давненько здесь не звучало это словосочетание. Но Ростов реально набирал больше, чем заслуживал. На протяжении практически всего сезона. Поэтому извините. Вторая причина. В чем была сила Ростова? Почему Ростов так оп, тихонечко поднялся на вторую строчку и там хорошечно очень шел. Так все спокойненько. Потому что Ростов не привлекал к себе внимания. Сыграли матчик. От матча к матчу спокойно готовится. Без нервов совершенно. Здесь Спартак. Рядом уже был отрыв от Спартака. Вот победить 1-0 в Москве. Это две победы над Спартаком в сезоне. Это вообще радость. Это экстаз. Это все практически уже гарантированное топ-3. И вот Ростов пропускает на последней секунде. Я на стриме говорил. Вы пропустили. Такое бывает. Да, были спорные судейские решения. Но, как говорил Роман Шаронов, мы принимаем это и идем дальше и дальше. Готовимся как будто бы. Ну, сыграли в ничью Спартаком. Ну и хрен бы с ним. Вот такие должны были быть эмоции. Вместо этого Карпин там психовал. Говорил, вот блять. И многие игроки психовали. И жены их тоже психовали. И болельщики мне писали. Что? Мы по-твоему должны спокойно хавать судейский беспредел? Ну а какой профит Ростов получил от этой истерики? Никакого совершенно. Это имиджевый дэмэдж. Это еще и дополнительно какая-то нагрузка на футболистов. Дополнительное давление. И дальше еще Гениш сказал. Короче, разные мысли могли поселиться у футболистов. Слегка сместился фокус. И дальше начались лузы. Такое, к сожалению, бывает. Но повторюсь. Это 10% вот причина. А 90% это регрессия к среднему. Она, к сожалению, беспощадна. Какой самый крутой номер есть у тебя в телефоне? Ну лично для меня самый крутой номер Александра Киржакова. Это стопудовый его номер. После того, как Киржаков закончил на Кипре, я ему писал сообщение. Пожелал удачи. Спросил, а не кажется ли вам, что некоторые футболисты не на 100% выкладывались. Он прочитал. Ничего мне не ответил. Ну и потом Саше Дорскому в интервью сказал, что не хочет вообще эту тему обсуждать. Полностью его понимая. Из тех, кто мне отвечал, ну Сергей Сергеевич Минаев, когда работал в культуре, я с ним связывался, предлагал ему пробить пенальти секретному вратарю. Из тех, кому я даже не писал, ну несмотря на все, что сейчас происходит, я обрадовался и даже удивился, что у меня в телефоне есть номер обладателя золотого мяча Андрея Шевченко. Причем, судя по всему, правдивый номер. Не писал, естественно, не звонил и не собираюсь. Но, тем не менее, такие цифры у меня имеются. Ну и многих еще бывших тренеров, актуальных тренеров. Спрашивайте, есть номер или нет. Я вам отвечу, но, естественно, никакими цифриками не заделюсь. Что выиграть более весомо? Копа Америка или Евро? И сначала хочется ответить. Блин, в чем вообще вопрос? Чувак, ты что, плывешь? Потому что для меня всегда как было? Евро это Лига Чемпионов, Копа Америка это в лучшем случае Лига Европы, а то и Лига Конференций. Потом я задумался. А вот все равно ведь в Южной Америке очень бурно отмечают победы в своем турнире. И для них это самое важное. А что, если провести другую параллель? Евро это АПЛ, где много сильных команд, а Копа Америка это Ла Лига, где есть Аргентина и Бразилия, ЭКЕ, Барселона и Реал, где есть Уругвай, что-то типа Атлетика, где бывает как-то Чили оживает. Так что там полно любопытных команд. Александр Иванович Шмурнов, как мы знаем, фанат этого турнира. Поэтому если воспринимать так, была ли Ла Лига когда-нибудь сильнее, чем АПЛ? Ну в эпоху праймовых Месси и Роналду наверняка была. Возможно по каким-то отдельным показателям, но все-таки такое мнение не казалось безумным. Сейчас, естественно, АПЛ на голову круче, чем Ла Лига, потому что там президент идиот полнейший, потому что там уже нет таких звезд, как Месси и Роналду. Но тем не менее, еще 7-8 лет назад Ла Лигу можно было котировать наравне с АПЛ, тем более мы помним, кто побеждал в Еврокубках. Сейчас уже нельзя. Ну в общем, если Копу рассматривать как Ла Лигу, то я думаю, что 60 на 40 по престижности. В пользу Евро все равно. А так, еще раз говорю, я погрузился и теперь могу понять людей, которые там по ночам не спят ради этих матчей, которые знают статистику личных встреч Аргентины и Бразилии за много лет. В этом есть какой-то свой прикол. Почему ты удивляешься, что футболисты во второй лиге зарабатывают 35-40 тысяч рублей? Это же средняя зарплата по стране. Был выпуск 7 инсайдов, я там рассказывал о зарплатах во второй лиге и сказал такую фразу, что, блин, как люди вообще выживают, они играют в футбол, они получают 35 тысяч, они профессионалы. И началось. Комментов 7, наверное, было, некоторые из них оскорбительные, я их удалил. Там мне писали, вот, ты вообще живешь в отрыве от реальности, вы там в Питере хаваете наши деньги, потому что налоги газпромовские идут на Питер. Ну, какая-то совершенная бредятина. Я сейчас объясню, почему я удивился, когда узнал, что во второй лиге платят так мало. Почему? Главная вот причина. Начнем с того, что в РПЛ платят миллионы рублей, даже десятки миллионов рублей. В первой лиге платят сотни тысяч рублей. Некоторым платят по миллиону рублей в месяц, это не тайно, там лимит 300 тысяч легко вообще нагибается. И мне казалось, что вот такая иерархия миллионы, сотни тысяч, и вторая лига сотня тысяч, там 100, 120, 150 гарантированно. Ну, 150 это уже в каких-то командах больших с амбициями, с прицелом на ФНЛ. Так вот, ну, типа от сотки платят. Мне так казалось. Выяснилось, что не так. Поэтому я и удивился. Слишком большой разброс. У тебя в первой лиге, например, 250-300 косарей, а во второй уже там 35-40-50-60, если повезет. Дальше. Зарплата по стране. Честно, я не думаю, что когда я рассуждаю о футболе, а канал у меня реально о футболе, я каждый раз должен делать сноску, что вот, учителя и врачи зарабатывают несправедливо мало. Да, они зарабатывают мало, но зачем это проговорить в десятый, пятисотый раз, я не знаю. И самое последнее. Почему 35-40 косарей это мало для футболистов? Потому что контракты во второй лиге очень короткие, потому что там дофига задержек и зарплаты, и премиальных, потому что расходов тоже дохренища. Если ты хочешь нормально восстановиться, нормально вылечиться после какой-нибудь травмы, тебе придется идти за свои денежки это делать. Не факт, что клуб тебе что-то скомпенсирует, и у тебя вообще могут получаться минусовые месяцы. Дальше, если ты получил травму, ты уже на премки не рассчитываешь. Ты уже не играешь, ты уже просто отдыхаешь, восстанавливаешься, у тебя нет какого-то дополнительного заработка. Соответственно, извини, пожалуйста, ты кукуешь, пока не поправишься. Ну и самое главное, в 35 лет ты остаешься без работы, без профессий, тебе жизнь нужно начинать заново. Поэтому действительно 35-40 тысяч рублей во второй лиге это катастрофически маленькие деньги, которые побуждают некоторых игроков, что делать? Играть на букмекерах. Почему больше не тренирует Дмитрий Оленичев? Поузнавал, ответ очень простой. Он не хочет работать в первой лиге, он уже наелся первой лигой. Пока что у него нет такого желания. Он рассчитывает только на РПЛ. Из РПЛ офферов нет. Поэтому он и не работает. Про Дмитрия Оленичева есть замечательная история. Он был на каком-то то ли пресезонном турнире, то ли просто на сборы к кому-то приехал. Вместе с Егором Титовым они прибыли, поселились в каком-то отеле, ходили и всем говорили. Воздух топ, пяташка топ. И с тех пор я любую еду в любом отеле всегда называю пяташкой. Даже если Ульяна Владимировна мне что-то классное приготовила, я всегда говорю, пяташка топ. Это примерно как рыбы во, сметаны во, только воздух и пяташка. Ты респектуешь каналом Лебедева и Минаева. А есть каналы продакшеном, которых все восхищаются, а ты нет. Ну смотрите, естественно мне сейчас скажут, ты завидуешь, бла-бла-бла. Начнем с Лебедева. Я недавно от него отписался, потому что он пришел на канал Эмпатия Мануччи, давал там интервью и сказал, я рекламировать инфобизнесменов никогда не буду. И спустя неделю прорекламировал сразу двоих. Я подумал, блин, ну так уж ссать в лицо своей аудитории, наверное нельзя. Есть какие-то пределы. Хотя мне скажут, а эти все пределы, все красные линии давно пройдены. Но для меня это стало сигналом. Я нахрен кусался от Артемия Лебедева. По поводу Сергея Минаева. Только мое почтение, мое восхищение. Я очень вдохновляюсь Сергеем Минаевым. Но давайте поговорим о каналах, которые мне не особо нравятся. Вот ошуительное хоу. Да, там клевый монтаж. Да, туда приходят какие-то элитные комики. Туда приходят, например, такие замечательные мастера комедии, как Леонид Салуцкий и Артем Дзюба. Там бывает Илья Соболев. Но мне не смешно. Блин, в комедии реально Батрудинов и Харламов как-то смешнее. Как будто они приходят на ошуительное хоу, думая, что вот их дуэт сам по себе всех сразу веселит. Вот просто Харламов считает, я так скажу, и все сразу будут хохотать. Ну, хрен знает. Короче, на меня это уже не производникового впечатления. Но знаю, что многим нравится этот канал. Кто-то ухохатывается вообще просто. Дальше канал Площадка. Это уже чуть более спортивный канал. Поз и Коз раньше вроде бы он назывался. Или так назывался канал Витя Кравченко. Я уже не помню. Помню, что у них есть вот эти биографии футболистов. Садятся люди на диван. Кто-то прочитал книжку. Своими словами пересказывает эту книжку. Это все очень растянуто. Там не смешные шутки. При этом все комменты в духе. О, спасибо, пацаны, сделайте еще про этого. Вообще не мое. Это все можно делать гораздо более кратко. А шутки, наверное, просто... Ну, когда мы говорим о биографиях, это вообще не для меня в принципе. У меня они, опять же, ну как-то вообще не влияют. Типа вот, мне не хочется аплодировать и ржать там. Я хочу узнать что-то новое. А новое я там узнаю очень дозированно. Все это очень медленно. Ну и что было дальше? По-моему, я улыбнулся раза полтора в выпуске с Василием Уткиным. Остальное там все хихикают и говорят, что я в истерике. Тоже мне не смешно, хотя снято круто. Хотя там настоящие звезды сидят, мастера продюсирования. И зал там разрывается. Но ЧБД, например, в ВКонтакте, когда они переехали, у меня даже мысли не возникло их включить. Если у вас вдруг есть какие-то большие каналы, которые все ценят и говорят, да, это топ, это вообще 10 из 10, а вам не нравится, пишите в комменты. Концерт кого в своем прайме ты хотел бы посетить? Автор вопроса там добавил, что речь идет либо о русскоязычных исполнителях, либо об исполнителях, которые когда-нибудь давали концерты в России. У меня будет такой список, такой топ-3. На первом месте группа «Секрет» на пике славы, 80-е годы. Я смотрел их выступления даже в начале 2000-х, когда они там воссоединились. Вроде бы было 20 лет, бит квартету «Секрет», 2003 год, и они классно выступали. И Фоменко крутой, сейчас здорово играет в русских сериалах. И Леонидов крутейший вообще, я был на концерте, ему там уже было под 60 лет, у него такие бицепсы торчат, причем я уверен, что никакой фармакологии он не пользовался. И Заблудовский там херачил на гитаре. Группа «Секрет» вау, недооцененная группа, сейчас как-то слишком редко о ней вспоминают. 50 Cent во второй половине нулевых выступал в Ледовом дворце, у нас в классе его было принято слушать, уважать, знать, сколько раз в него стреляли. Это вроде 2007 был год, тяжеловато было достать билеты, но я даже не просил особо у родителей, мне не особо хотелось, потому что мне у него нравилась ровно одна песня, как раз про магазин сладостей. Сейчас сходил бы с удовольствием, потому что смотрел его выступления на Суперболе и потом немножко проникся. Вот с Ульяной Владимировной оказаться в 2007 году и сходить на концерт 50 Cent, потому что ей он нравится. И третье, это Майк Науменко. Майк Науменко вообще любой концерт, это какой-нибудь квартирник наверняка, прокуренное какое-нибудь помещение, и там сидят какие-то идолы вокруг тебя, и потом, естественно, кто-нибудь запишет эту запись, редко будет как-то распространять друг у друга, списывается с помощью магнитофонов. Майк Науменко, великий совершенно человек, фильм «Лето» гениальный, биографию Майка я читал несколько раз, всякие факты пытался выудить, но действительно персонаж культовый и грандиозный. И вот я сейчас вспоминаю, в 2018 году, конечно, параллель такая себе, но в 2018 году я ходил на такой ивент, который назывался «Лига Гнойного». Там были какие-то абсурдные батлы, люди совершенно не готовились. Это было в каком-то клубе на Лиговском проспекте. Я захожу, не очень большой клуб, выхожу, значит, на балкон, и там курят просто самые великие деятели в истории русского батл-рэпа, кроме разве что Оксибирона. Они пришли просто поугарать, просто поржать. Естественно, те, у кого не было конфликта со словом «СПБ». Просто вот вы скажете, кто? Я скажу, да, он там был. Я такой, да, ничего себе, но как-то здесь тесно, как-то я вспотел, хочется там поесть, а здесь какая-то плохая еда, как-то дискомфортно, ой, звук плохой. А сейчас я думаю, наверняка «Лигу Гнойного» потом, вот спустя 15 лет, я буду вспоминать, как какой-то символ расцвета батл-рэпа на Руси. Естественно, в комментах пишите, пожалуйста, на каких концертах хотели бы побывать вы. Сегодняшний привет летит в город Ухта. Там у меня есть зритель, у которого скромное прозвище «Король». Привет королю. И второй привет летит в Мурманск. Давно просили передать. В Мурманск пламеннейший привет, потому что у вас, я знаю, холодновато обычно, пламеннейший вам точно не помешает. С вами был Павел Городницкий. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте бесценнейший лайк. Чао! Продолжение следует...